Ну, наверное, подумаешь, да, это текстильная группа, текстильная обработка. На самом деле это кожа, в том числе, которая могла быть произведена в полуфабрикатном исполнении здесь у нас. Эти образцы приехали из Рязани. Именно там им задали структуру и покрасили в необходимый цвет. Однако свой путь многие из этих экземпляров начинали именно на Заринском заводе «Русская кожа», где производят полуфабрикаты из натурального материала. Все верно. Когда-то кожа для вашей сумочки или ремня имела голубой оттенок. Она такой становится в результате хромового дубления. Процесс это не самый быстрый. Поэтому, когда встал вопрос об улучшении показателей по нацпроекту «Производительность труда», решили менять не формулу, а подход к делу. Увеличили высоту бортов на загрузочных ковшах. Казалось бы, 100 миллиметров, но это эффект. Дальше увеличили объем разгрузочных кассет. Тем самым снизили количество человека часов на этой операции. Другая интересная инновация – перепрошивка аппарата для определения величины продукции. Теперь не надо несколько раз измерять один и тот же кусок для получения полной информации. Достаточно провести лишь раз. Таким образом, не прибегая к серьезным изменениям, Заринское предприятие ускорило процессы и увеличило выработку на 10%. Однако, сколько ни пытаясь оптимизировать производство, никто не отменял такие факторы, как брак. Его, к сожалению, в этой сфере много. В первую очередь из-за агрария, в которой невнимательно относятся к быкам и коровам. «Коровки гуляют на выгуле, сразу где-то по кустам лазят, бока царапают, то есть уже идут повреждения на коже. Это первый вопрос. И второй вопрос – нет культуры именно снятия шкуры. То есть очень много порезов, то есть идет брак». Профессиональные сортировщики на заводе присваивают класс качества беглым осмотром. Достаточно лишь пары секунд, чтобы решить судьбу кожи. «Которые с определенным количеством пороков, но, так сказать, не сильно убитые пороками, они идут на чепраки. То есть это уже вторая обработка. А которые уже, допустим, полностью изрезанные, они идут на белковые продукты». То есть кожа высушивается и потом дробится на мелкие части. И это сырье отправляется на переработку в другие компании, после чего применяется в создании, к примеру, корма для животных или спортивных добавок. В общей сложности в год производится до 3000 тонн такой продукции. Планы у завода грандиозные. Для начала повсеместное внедрение инструментов бережливого производства. А уже к 2027 году предприятие планирует выйти на полную мощность. Сейчас это невозможно из-за дефицита кадров. Проблема еще и в том, что работе с кожей в Алтайском крае толком не учат. Поэтому специалистам приходится повышать квалификацию в европейской части страны. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.